Давно мечтаешь о крутых пэтах из Адопми, но не знал где их купить так, чтобы тебя не обманули? Или у тебя уже есть несколько одинаковых, которые ты не против продать, но не знаешь кому? Тогда быстро переходи на сайт starpets.gg Star Pets это место, где ты можешь абсолютно безопасно, а главное автоматизировано купить или продать своих питомцев. Больше никаких встреч с другими игроками, все трейды проходят только через бота. Стильный дизайн, регистрация разными способами, удобный ввод и вывод средств, инструкции. Если тебе что-то будет непонятно, все это можно найти на Star Pets. Переходи на starpets.gg по моей закрепленной ссылке в комментариях. Покупай или продавай своих питомцев быстро и безопасно. Всем привет, легендарные внучата, вы находитесь на канале Бабка Шоу. И сегодня мы с вами пришли в Адопми, ребятки, мифическое яйцо почти здесь, вы понимаете, ребятки. Очень скоро у нас пропадет океаническое яйцо и, конечно же, появится мифическое. Сегодня немножечко поговорим, посмотрим, возможно, появились какие-то питомцы. Что-нибудь интересное с вами обязательно обсудим, но перед тем, как посмотреть этот видеоролик, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Кстати, я обменяла своего фроз дракона на два вот таких вот неон флайрайт питомца, ребятки. Теперь у меня есть два неон флайрайт кенгуру, так что я теперь вообще прям крутышка, самая настоящая. Если хотите видеоролики по трейдам, то, в общем, пишите. Я обязательно сниму видеоролики по трейдам в Роблокс Адопми. Пишите вообще, что вы хотите увидеть из трейдов. Можете посмотреть на мой инвентарь, у меня есть такое яйцо, на которое я уже, кстати, снимала трейд. Можете посмотреть, ссылка вылезет сейчас сверху. Конечно же, вот такое крисмас яйцо, какая-то кобра, семь вот таких вот додо. Кстати, питомец уже довольно олдовый на самом деле, а время уже прошло, и додо достать уже немножечко стало сложнее. В принципе, питомец стал олдовым. Также у меня есть вот такой мега неоновый дракон, но, в принципе, у меня есть видеоролик по его трейдам. Также 10 фосил яиц. И, ребятки, огромное количество холодногневов, которые я могу обменять. Также, ребятки, лев, страж, кенгурушки, кингби, в общем, 8 металлических быков. Два вот таких вот октупуса, но они еще не ушли из Роблокса. По блин, в принципе, не так интересно. Пять, ребята, снежных сов у меня есть. Пять тирексов, так что смотрите на моих пэтов. И, в общем, выбирайте, что мне в следующий раз потрейдить. Что вам будет интересно посмотреть на канале, и что вы хотите увидеть в трейдах. Кстати, у меня есть такой кабан, но я его в жизни трейдить не буду, а просто посмотрите, какой он милашка. Так еще и райдовый, ребятки. Какой красавчик. А вот такой вот кабан, которого я в жизни не затрейжу. Вообще ни на что, по-моему. Очень милый питомец. Короче, ребятки, прямо сейчас мы с вами идем в центр для того, чтобы посмотреть. Но перед этим обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. А я, пожалуй, телепортируюсь. Погнали. Итак, ребятки, вы готовы? Раз, два, три, поворачиваюсь. И через пять дней появится мистическое яйцо, ребятки. Вот это да. А вот это замечательная новость лично для меня. Представляете? Пять. Пять дней осталось до того, чтобы получить новые яйца. Причем питомцы там довольно красивые. Еще мы обязательно с вами зайдем непосредственно в твиттер аккаунт AdoptMe. Сегодня также выйдет видео по Overlook Bay. Ведь мы с вами раньше часто играли в эту игру. И там новое обновление с динозаврами, которое должно было быть еще, по-моему, там полгода назад. Но вот оно наконец-то выходит. И мы с вами обязательно посмотрим, что там тоже есть интересного. Может быть, что-то классное обязательно увидим. Ну и в принципе, ребятки, через пять дней появляется новое обновление. Питомцы там, конечно, довольно красивые. Но я не знаю, что я с ними буду делать. И вы прямо сейчас покупайте себе этих питомцев. Точнее, покупайте яйца, пока есть возможность. Вот у меня нет ни одного яйца. Прикаляйте, да, ребята? Я вообще ничего не купила. Типа, у меня есть четыре оси яйца. Десять фосил, которые уже давно упрали. А океанического до сих пор нету. Я его просто тупо не купила ни разу. Дайте мне кто-нибудь... О, подождите, мне кто-то трейд кидает. Вот это, да. Вот это, да. Мне предлагается снежную сову. Типа, трейд, наверное, снежную сову. Типа, олд питомцев. А на что ты мне предлагаешь это? Ну, у меня, в принципе, есть какие-то олд питомцы. Но мне тебе дать нечего. Пожалуй, мы с деклайнем ей трейда. Ладно, спасибо большое. Может, это подарок был? Блин. Ладно, ребятки, ничего страшного. Давайте мы прямо сейчас пойдем непосредственно в Твиттер посмотрим. Может быть, там что-то интересное есть. Мне вот лично кажется, что что-то там точно должно быть интересного. Все, ребятки, погнали прямо сейчас смотреть в Твиттер-аккаунт. Это что за машина такая, ребятки? Напишите в комментариях, когда добавили такую машину. Машина-коробка легендарная. Вау, ребят, ее можно выбить из подарка. Ну, ладно, давайте я потрачу свои драгоценные денежки для того, чтобы все-таки купить и посмотреть на то. О, а что мне выпадет? Ну, в общем, я могу купить себе всего два маленьких подарка. Будем надеяться, что сегодня удача на моей стороне, ребятки. И выпадает мне... Ну, анкамонка, ну за что? Хорошо, ладно, у меня есть еще один подарок. Расстраиваться сильно не будем. Хочу. Пожалуйста, давайте я закрываю глаза, а вы напишите в комментариях. Я даже не буду смотреть, что это сначала. Давайте. Пишите в комментариях, что же это, ребята. Да, наверное, это мне выпало лего. И мне выпадает, ребятки. Это что такое? Ладно, ребят, не повезло. Ну, в общем, ничего, пойдемте в Твиттер смотреть на новые обновления в нашем Адопте. Погнали, ребятушки. Итак, ребятушки, вот мы с вами зашли непосредственно в Адопт. И прямо сейчас посмотрим, что у нас здесь есть в Твиттер-аккаунте. Пролистаем немножечко ниже, и я сразу могу заметить вот такой вот видеоролик длиной в целую минуту. Давайте мы с ним ознакомимся. Так, что у нас здесь написано? Сейчас буду вам переводить. Вы помните суперкары? Так, пожалуйста, мне можно помедленнее? Помните суперкары? Это вещь прошлого написано. Вау, в смысле, вещь прошлого. Что это значит? Мы добавили ультракарсы сейчас. То есть это новые, в общем, какие-то машины, которые можно купить вместо тех старых машин. То есть те старые машины теперь олдовые. Их можно будет скоро затрейдить подороже. Это классно. И теперь их можно купить или получить. Вот, если честно, я не знаю. Но видеоролик выпущен недавно, а обновление очень давно уже появилось. И это очень странно, на самом деле, что сейчас показывают. Нет, ребятки, вот этот обзор машин, кстати, я его еще не видел. Давайте прямо сейчас посмотрим. Во-первых, это, о, это какая-то, короче, спорно, сколько я понимаю, гонка. Розовая машина, белая вот такая машина, пузырь. И, конечно же, черная. Суперкрутая тачка, которая мне больше всех нравится. Эти чуваки явно не умеют, конечно, водить. А вон тот на черной машине просто профессионал своего дела. Вы просто посмотрите, насколько хорошо гонит. Просто гонит со всех порог, так сказать. Короче, также тут есть у нас лодки. В этой игре я тоже, если честно, еще не видела, как они управляются. Прикольно, ребята. Я, если честно, в шоке, что наконец-то, в общем, наши адоптации решили что-то обновить. Ну и, конечно же, тут есть уже вот такой прикольный кролик, который непонятно зачем трясет своей башкой. В общем, у него, кажется, какие-то конвульсии. Но посмотрите, ребятки. Это вот такой вот прикольный питомчик, насколько я понимаю. Погодите, сейчас мы с вами посмотрим. Это у нас кролик. Нет, да, это, ребятки, кролик, дракон и вместе, короче, с оленем. Как я это поняла? Во-первых, ребятки, по вот этой части можно понять, что у него здесь есть крылья. То есть это, ребятки, крылышки у нашего питомца. Также здесь можно заметить вот такие вот прикольные рожки, но и зубчики. И, в принципе, на кролика это очень сильно похоже. Думаю, что этот питомец будет, наверное, рарным, но в силу того, что это, типа, дракон, может быть, и ультра-рарное качество тоже можно будет подцепить. Также феникс, конечно же, наш. И вот такой вот прикольный питомец. Не знаю, что это, но это, похоже, какой-то мистический дракон. Типа такого, ребятки. Также здесь что-то написано. Какие-то новые новости. Начался отсчет наших яиц. Они появятся через 5 дней уже сейчас. Это очень классно, ребятки. И как только закончится этот отсчет, появятся мистические яйца в нашем наршере. Это у нас, ребятки, феникс. Вот такой вот прикольный оранжевый питомец. Также это виверна. Кирин, ребятки. Ну и, в принципе, остальные питомцы, которых пока что не показывают. Подождите, давайте посмотрим еще раз на этого Кирина, ребятки. Это, насколько я понимаю... Ну, в общем, смотрите. Это что-то похоже даже не знаю на кого. Блин. Блин, на кого же это похоже, не могу понять, ребятки. Есть какой-то похожий питомец, типа овцы, что ли, или кого-то. Оно, в общем, в принципе, очень сильно похоже моделька, еще и разукрашенное. Очень даже симпатичный питомец. Мне очень зашел. Мне нравится. Но он, скорее всего, не будет сильно редким. Мы его сейчас показали. А обычно сначала показывают каких-то питомцев, у которых качество будет не сильно редким. Думаю, то, что вы меня поняли. Он типа такого. Ну и, в принципе, ребятки, больше ничего интересного нам не показывают. Предупреждают, что это последний шанс купить наше океаническое яйцо. И питомцы эти с океанического яйца очень скоро будут стоить по-другому. Ну и, конечно же, мистическое яйцо у нас появится 19 августа в 8 часов по пациенту времени. Это южноокеанское время. В принципе, я могу, конечно, посчитать. Но, скорее всего, обновление будет в 20.00 по московскому. В принципе, оно всегда так происходит. То есть, в 20.00 по московскому времени, в 23.00 по Астане. То есть, во всем Казахстане практически вы сможете увидеть это обновление в 23.00. То есть, в 11 вечера. Возможно, многие из вас лягут спать уже. Ну, попросите маму немножечко поиграть в игру и посмотреть видос Бабки Шоу. Потому что я обязательно сразу запилю обновление и свой первый взгляд на эту обновочку. Что увижу, то и расскажу. В принципе, я думаю, то, что вы меня поняли. Значит, в 20.00 по московскому. И, конечно же, в 23.00 по Астанинскому времени. Вот, ребятки. И, в принципе, вот такой прикольный питомчик у нас с вами появится очень скоро. Это вообще супер круто. И также мистическое яйцо нам тоже показали в полной мере. И то, что из него вылупляется. Кто же из него вылупляется, ребятки? Ага, фигу не показали. Сделали обратную перемотку. То есть, нам просто показали анимацию вылупления этого яйца. И питомцы, к сожалению, мы увидеть с вами не смогли. Так, ребятки. А что здесь, кстати, написано? Некоторые мистические питомцы уже типа анонсированы. Как вы думаете, кого вы хотите вылупить первым? Короче, я не знаю, кого я хочу вылупить. Но питомцы все классные. Мне нравится. Кстати, а что по сливам? Есть ли какие-нибудь сливы? Ого, ребятки. Вы просто посмотрите. Тут тоже какой-то мистический питомец. И у него в голове вращается какой-то диск. Это супер круто. Это супер интересно. Давайте мы прямо сейчас напишем мистикэк непосредственно в поиске. И посмотрим на последние твиты. Есть ли кто-нибудь здесь, может быть, что-то выкладывает? Так, это что такое? Это типа какие-то фанарты, насколько я понимаю. Типа, ну прикольно смотрится. Но не для мистического яйца. Для какого-нибудь там милого, там, не знаю. Прикольного шайни яйца. Оно никак не для мистического. Какая-то слишком простая кошка получается. Ну, в общем, ребятки. Кажись, по сливам у нас пустовато. Пустовато. Абсолютно. Это очень-очень странно. Потому что обычно слива бывает у нас очень много. Обычно это происходит в адопт Меликс. Вау. Вау. Вот, ребятки. Этот самый Кирин, который мы с вами только что видели. Это у нас кролик с зубами. Также здесь у него есть крылья дракона. И непосредственно вот такие вот рога оленя. Это, ребятки, фан-арт. И, насколько я понимаю, это какой-то, в общем, реальный питомец. То есть тут есть мистические питомцы. Такие, как, в общем, как он там назывался? Этот голод, короче. Огненный голод. Блин. Забыла. Ладно, ребятки. На самом деле, не суть-то важна. Какой это питомец. Ничего страшного. Нам особо название не нужно знать. Ну, вот, не помню. И не помню, как этого петуха зовут. Забыла, только что говорила и забыла. Ладно, фикс с тобой, фикс с тобой. Давайте лучше мы сейчас купим с вами еще один подарочек за 70 баксов. Ну, пожалуйста, в этот раз адопни. Дайте мне что-нибудь нормальное. Ну, хотя бы что-нибудь. Ну, за что? Камоновский шар. Трейжу комоновский шар. Трейжу комоновский шар на машину-коробку. Кто хочет затрейдиться. Ну, не дураль. В общем, ребятки, всем спасибо за просмотр. Вы находились на канале Бабка Шоу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Тут всегда весело, тут всегда интересно и актуально. Так что обязательно подпишись, если ты этого еще не сделал. Кстати, шарик даже оказался лучше. Кого я обманываю? Это, ребятки, называется Феникс. Я вспомнила, кстати. Под конец видеоролика. Все, ребятки, всем удачи, всем пока. Встретимся в следующем видеоролике. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видеоролики. А я, пожалуй, попробую оседлать Феникса. Подождите, я придумал. Я сейчас превью такое сделаю. Феникс. Феникса.